Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует! Сегодня у нас будет на обзоре Mercedes GT 63 S. Это у нас вот такой вот, ребят, вроде бы, казалось бы, как бы купе-автомобиль, но ни хрена подобного, он пятидверный. А бывает ли купе пятидверное? Интересно. Или это просто хэтчбэк считается уже? Кузов, я-казы. Ребят, пишите в комментариях, как это правильно называется. Ну, судя по открыванию багажника, это вроде как похоже на хэтчбэк. В то же время, судя по тому, что у нас четыре двери открываются, да, то есть четыре двери автомобиля находятся, это, считай, как пятое, да, то есть это вроде как и седаном, не назовешь. То есть это больше похоже даже на лифтбэк. Вот, ну, хэзэ, лифтбэк это или хэтчбэк, что это? Какой это кузов вообще? Я, честно говоря, не мониторил, возможно, в интернете есть этому объяснение, да, то есть есть конкретное название этому кузову. Вот, но смотрится, на самом деле, машина очень интересная. Я вообще, в принципе, когда он мне визуально попался на сайте Green Garden, я посмотрел, думал, ну, наверное, купе, это купешка обычная. А потом присмотрелся, ё-моё, да у него же четыре двери. Вот это вот, как бы, да, интересный момент достаточно. На кого есть желание, загуглите, посмотрите вообще, что это за кузов Mercedes GT 63 S. Вот, что за кузов на этом, у этого автомобиля. Визуал под капотом. Видим с вами горловину радиатора, то есть при наливании воды в радиатор, что называется, не промахнёмся. Также у нас есть у автомобиля где-то аккумулятор и свеча зажигания. Ну, это для того, чтобы автомобиль у нас ездил. Достаточно симпатичным всё очень сделано. Красивые карты дверей, дверные карты дверей. По капотку мы с вами тоже закрываем и смотрим, что у нас внутри. Тысяча слотов непосредственно в самом автомобиле. Четыре коллекционала, в котором он стоит. Запасных колёс я здесь не вижу. Две лампочки головного освещения, различные элементы кузова, три компакт-диска, две бочки. Максимальный размер бочек на Green Garden будет 600 слотов. Рюкзак, максимальный размер рюкзака тысяча. Плюс ко всему слот под оружие. Но помним, что после глобального рестарта проекта Green Garden бочки, скорее всего, исчерпаются. Да и слоты, может быть, порежутся. Так что после октябрьского рестарта, ребят, пишите в комментариях, кто уже из того времени, что называется. Как вам перезагрузка? Нравится ли или не нравится? Ну вот, ладно. Давайте посмотрим, что у нас по салону. Салончик достаточно очень красивый. Прямо, знаете, все в стиле Мерседеса. Вот эти воздуховоды, которые от печки идут, они чисто Мерседесовские. Прямо смотрятся обалденно. Так или иначе, у нас, смотрите, вроде как, казалось бы, могла бы быть цифровая панель приборов, но ни хрена. Она ни хрена не цифровая. Стрелки у нас шагулются. Прикольно. Наверное, Мерседес приверженец аналоговой панели, а не цифровой. Нормально так подпрыгнули. Гуляет очень даже неплохо. Очень быстрая машина. То есть, ну, едет неплохо. Будет асфальтированная какая-нибудь длинная прямая трасса, асфальтированная. За 200 уйдет как минимум. Наш любимый тест. Очень бодро трогается. Ну-ка, насколько высоко взлетим. Ну, не очень высоко, так скажем. Ой-ой-ой-ой. Гели-гели вписался. Ну, такой достаточно очень интересный, ребята, автомобиль. Чисто мне, визуально, он очень нравится. Также по ходовым качествам он тоже хорош с собой. По вместительности на данный момент он тоже хорош с собой. То есть, в принципе, машина, ребята, хороша во всем на данный момент. Не помню, говорил или нет, у него есть несколько цветов. Со всеми цветами можете ознакомиться как на экране, так же и в Дискорде Грингарден. Ссылки на Дискорде Грингарден под видео присутствуют, как говорится, на все, что нужно. Под видео ссылки есть. Так что, ребят, вступайте. Ой, фу, вступайте. Отслеживайте, где можно отследить. Вступайте, где можно вступить. Подписывайтесь, где можно подписаться. Ну, а на этом все. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok